На данный момент она стоит 50 тысяч рублей. 50 тысяч? Да, 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 рублей. Ну, только что ты заказывал, скажешь, что это полное говно. Лучше инзиков нет ничего. Ну, смотри, пророкационный же вопрос. Приходите, когда будет вы зелучно. Хорошо. Следующий вопрос, носил бы ты эту пару, уже неактуально получается, окей. Несколько десятилетий назад мы даже представить не могли, что придется заряжать компьютеры, телефоны, зубные щетки, автомобили, а тем более кроссовки. Именно поэтому мы сегодня снимаем для вас кроссовки Nike BB Adapt. Да, друзья, мы уже в 2019 году, точнее в 2020, и будем для вас сегодня обозревать просто обалденнейшие кроссовки, которые шагнули в будущее, а именно Nike, как я и сказал, которая называется BB Adapt версия 2. Приятного просмотра. Представляю вашему вниманию небольшую распаковку, где мы покажем вам все содержимое. Там находится всего лишь пара кроссовок, зарядка и несколько инструкций. Но знаете что, мы не учитли один момент, мы их не подзарядили перед видео, поэтому мы срочно подключаем их к сети. Блин, кто бы мог подумать, что в 2020 году придется заряжать обувь, чтобы в ней ходить. Поэтому мы подзаряжаем их и начинаем обзор. И вот они у нас уже на столе, лежат, заряжаются. Как можно понять, что они заряжаются? Вот здесь горит индикатор, который показывает уровень зарядки. И давайте же я вам покажу то, зачем мы вообще здесь собрались. Вытаскиваем вот эту штучку. Кстати, заметьте, какой здесь крутой комплект. Две пластиковые вставки, чтобы кроссовки не теряли форму. Вот так вот красивенько поставим. И момент истины. Давайте мы приблизимся. Оператор немножко наводит фокус и приближает. Оба-на. И я делаю чудесное нажатие на кнопочку. Заметили, как пара немножко прижалась? Визуально это, честно сказать, не супер заметно. Почему? Потому что изнутри чувствуется в разы сильнее. Я вам скажу честно, я когда наделал пару, это абсолютно не мой размер. Она на размер больше, чем мои кроссовки. Она просто прижала мне ногу. Хотя это не мой размер. Они реально большие. Молодежно, блин, я реально. Это такое, знаете, что-то типа игрушки. Я не думаю, что в них люди реально будут ходить. Потому что, как я слышал по отзывам, по отзывам людей, механизм это убивается. Там есть моторчик, который закручивает вот эти ниточки. И, соответственно, нога фиксируется. То есть там вот эти вот ниточки, они по всей длине. И моторчик их собирает воедино. И пара зажимается. Так вот, можно просто на них сильно наступить, как-то прыгнуть, и моторчик просто сломается. И, соответственно, пара теряет свою актуальность и теряет свою фишечку. Это, на самом деле, обидно. Теперь мы переместимся на улицу и узнаем мнение людей, что они думают по поводу этих кроссовок, по поводу технологий, которые сюда были внедрены. И угадать ли они стоимость данной пары. Ритейл, рыночная стоимость, когда она выходила, составила 350 баксов. Теперь их можно купить в магазине Фудбокс, в магазине на Невском, за 50 тысяч рублей. Я считаю, это не супер высокая цена, потому что если заказывать со стокса, они выйдут вам в 400 баксов. Плюс все это будет 10% комиссии, и 40 доставка, и еще раз таможка. Короче, выйдет тоже недешево. А тут пришел, купил, и наслаждаешься. Так, ребят, мы зашли в магазин E-DAS в галереи, чтобы узнать мнение у ребят за счет этой пары. Его зовут Мурас, и он работает в Адике. Вот, это мой хороший знакомый, и я не мог просто его пропустить. И первый вопрос, сколько ты думаешь она стоит? Сейчас сколько она стоит? В целом, просто, ну, на ресели, окей? Ну, где-то около 40, 35, 40. Окей. Второй вопрос, мне кажется, для тебя, конечно, это будет слишком глупо, вопрос, для чего эти кнопки? Ну, чтобы автошнуровка. Автошнуровка. Да, все правильно. И, я думаю, главный вопрос для любителя Адика, носил бы ты эту пару? Нет, носил бы ты просто в тем, учитывая эти технологии, типа, и удобно. Носил бы ты эту пару на каждый день? Ну, смотри, пророкационный очень вопрос. Я, конечно, ну, в основном нашу Адик, но, ну, пара классно выглядит, технологии очень крутые. Да. Примерно. Я понимаю. Это я думаю. Потому что, к сожалению, в Адике, нужно ходить в Адике, а не в Найке, поэтому, я думаю, если бы Мурас работал в Найке, он бы обязательно носил эту пару. Но так он в Адике, он любит этот бренд, и он ходит в нем, поэтому он ходит в Адике, ребятки. Адик в душе. Все. Спасибо тебе большое за честный воззыв. Мы также спросим у еще одного сотрудника Адидаса. Как тебе эта пара? Ну, честно, мне кажется, что очень минималистично, и чего-то не хватает. Вот я бы сюда добавил каких-то деталей, но некоторые детали меня, наоборот, напрягают. Вот как-то какой-то дисбаланс отлично у меня вызывает ощущение дисбаланса пара. При том, что я достаточно хорошо отношусь к самому Найку, и мне нравятся некоторые коллекции, например, последний как Тус Джек. Круто, да, это тема. А как ты думаешь, сколько стоит эта пара? Плюс-минус, просто. Лично мое внутреннее ощущение... За сколько бы ты купил эту пару? Я бы даже за полтора касса их бы не носил. За полторы тысячи? Даже за полторы тысячи не носил бы. То есть, если бы просто носил бы ты эту пару, уже неактуально получается. Окей. Для чего эти кнопки? Блин, сразу вспоминаю, аэртренеры, где есть такие, знаешь, да, типа вставки для мягкости, для жесткости. Для регуляции. Ого, что-то что-то двигается. Другую, другую, другую. Да, да, да. Вот эту можешь зажать сильнее его, смотри, вот эту кнопку. Да, зажми и держи. Это вибратор? Нет. А как его? Твое предположение, что это такое? Без нажатий. Еще никто не нажимал. А, утоп? Все, да, 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 все, без нажатий просто. Хорошо, хорошо. Нет вариантов, серьезно? Или ты прикалываешься, типа, что сейчас такое, не знаю, такой говоришь, что ты, не знаешь? Нет, нет. Вообще нет предположения даже. Слушай, ну, две кнопки, два круга вот тут. Вероятно, система амортизации для в пяточной части, может быть. Ну, почти все, почти все. Короче, эта тема, смотри, ты когда надеваешь пару, нажимаешь на кнопочки, и она растягивается, и затягивает, соответственно, система шуровки. Это как коньки, знаешь, вот мне когда было 6 лет, мне мама покупала, чтобы, типа, не покупать каждый год. Купила 35-й размер и до 40-го носит, да. Вот, так и здесь можно носить. Прикол там, то, что ты ее надеваешь, и сразу по размеру садится. Да, да, тема. Нормально пар, да? Цена не возросла после этого момента. Мне также стоят с полторы тысячи. Нет, они просто внешне не нравятся. Ребят, вообще никак не подкупите, они любят Адик просто до усмерти. Ну, это круто. Четко, что ты болеешь со бренд. Спасибо тебе большое. Давай, Карим, удачи. Да, спасибо. В общем, мы пытаемся всех ребят из разных магазинов. Вот раз это паренек из Ребетки. Его зовут Артур, привет. Я, привет. И что ты думаешь, еще тут пары? Ну, вообще, концепция очень крутая, за счет того, что Nike круто продвигает технологию Adapt, и эта пара из второй коллекции, ну, грубо говоря, коллекция. Интересно, интересно, но мне больше нравятся первые, конечно. Что по стоимости? Ну, порядка... Давай ресейл. Плюс-минус пробу гадать. 450 где-то, 500 долларов. Средний. Все зависит от размера. Ага. Сам бы носил? Нет. Мне больше первые нравятся. А что нужно изменить паре, чтобы ты ее носил? Приводить их в первые. Я понял, я понял. Но они лучше, чем в Huarach Adap. Huarach Adap, ну да, Huarach Adap прям слишком такие, какие-то, знаете, открытые, непонятно сандалик, и это как целый кроссовок. Да. Да, круто. Концепция того, что еще можно менять цвет. Да. Ты знаешь, да, про приложуху, про все эти моменты четко. Шарит, чувак? Ну, конечно. Да я всех спрашиваю, кто, типа, знает про эти кроссы, кто работает в этой индустрии. Ну, в любом случае, спасибо большое за ответ. Было приятно. У нас тут целая куча добровольцев. Следующая, Сережа, привет. Привет. Он меня не раз покупал пару в моем магазине футбокс, точнее, в нашем, и несколько вопросов по паре. Сколько думаешь, она стоит? Ну, в районе 40к. Окей, в районе 40к. Для чего эти кнопки? Она же норовая. Сама нороваяся. Просто понимаете, молодежь в этом шарит, она как бы знаете эти вопросы. Окей. Главный вопрос для меня. Носил бы ты пара? Нет. Бесплатно себя на тебе засталось? Если подарили родители, носил бы ты ее? Ну, да, бы, да. Или продал? Точно. Не по седнев. Мне, типа, внешний вид не нравится, будет сложно играть. А как бы ты, что здесь изменил бы в этой паре? Сеточку бы я бы выбрал. Кожа? Сделал? Нет, сделал бы я более, ну, молодежный, типа. Я думаю, что этот товар больше, значит, на хайбистов. Четко, да, согласен. А так, типа, он выглядит, ну, так сейчас. Выглядит тухленько, да. Но за счет только технологии увозят. Спасибо тебе большое, Сережа. Да, не за счет. Инстик тоже отметим, надеюсь, будет. Все. Удачи. Ну, короче, выцепили сотрудника Найки. Не в форме, конечно, но и так, я думаю, сойдет. И первый вопрос, как ты думаешь, стоит пара? Слушай, если не ошибаюсь, где-то за 20. За 20. Это тебе за 20 или пара стоит 20? Мне за 20. Недавно стыкнула. За 20 тысяч, в общем, да, стоит? Ну, где-то, ну, да. Окей. От 20 до 40 лет было. А, на сегодня эти кнопочки? Шнуровка, вроде как. Шнуровка, да. Носил бы ты эту пару? Слушай, мне не очень нравится. Никому почему это не нравится? Мне вообще не нравится, потому что они очень дешевые выглядят вверх. Дешевые. Как бы ты изменила эту пару? Добавила бы шнуровку. Ну, вот, которая внутри вот этого есть. А, чтобы она была сверху, типа? Да, чтобы ее видно было. Тогда обносила? Ну, не могу. Если бы подарили. Если бы подарили. Нет. 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 А если бы сама купила бы? Тоже нет. Тоже не на силу. Ну, блин. Лучше инзиков нет ничего. Да ладно, шучу. Я согласен. Ладно, спасибо тебе большое. Да, да. Рассказывай, что там хотела. Вот, недавно вышли крутые Джорданы. Париж и Милан. Да. Вот эти вот крутые. На силу. Вот их бы себе купила бы. Ну, ребят, вы знаете, как они подкупить можно будет. В общем, мы мучаем дальше сотрудников. Теперь уже Пумы. Привет. Привет. Что думаешь, что это пары? Да, ну, прикольная пара. Мне нравится, но не мой дизайн. Но все равно это прорыв. Блин, черт, вот эти святоиды, они меня, конечно, прикалывают. То, что они меняются. Но чисто из-за дизайна. Ну, только что ты заказал, скажешь, что это полное говно. Я с тобой, на самом деле, соглашусь, потому что мне визуально пара не заходит. Но если учитывать то, как она на мне сидит, и вот, типа, ты засовываешь много, она сама по себе шнуруется без нажатия. Это реально меня удивляет. Это прикольно. То есть, ну, внешний вид. А что по стоимости? Дорого. Сколько думаешь ставить? Плюс-минус? Ну, плюс-минус. Ресел или ритейл? Давай ресел. Да, блин, да. 67-10 попросил. Ну, почти, полотинничек. Ну, вот. Ну, там еще второй же цвет. Да, да. Что бы ты изменил, чтобы их носить? Слушай, на самом деле, здесь бы, ну, как минимум, с Colorway'ем поработал. Скучно, одновременно. Первое. А второе, все-таки, знаешь, колодка. Многие жалуются на колодку людей, у которых, во-первых, высокий подъем. Да, вообще не надеть. На мой сенс-пойный, вы сенс-пойный. Да, это даже только с ложечкой, но у тебя не всегда у нас клее есть под рукой. Это первое. Ну, и, знаешь, вот хуарачи поинтереснее. Хуарачи поинтереснее. Он сказал, что хуарачи такие себе. Вот эти говорят, покруче. Хуарачи хотя бы внешний вид поинтереснее. А так, ну, прикольно, футуристично, но не мое. Четко, спасибо тебе большое. Да, честно. Так, мы зашли еще раз в Агидас, на уже спортивный, чтобы узнать мнение ребят. Дорог, привет. Да, привет. Что ты думаешь по этой паре? Ну, честно. Блин, они какие-то очень тяжелые. Это баскетбольная модель? Ну, вообще-то такая, типа, повседневная. Но сегодня беговой. Беговой силуэт? Ну, я бы носил их, скорее всего, на каждый день, потому что они очень тяжелые, мне кажется, для бега. Ну, может, какие-то небольшие пробежки там в зале, на дорожке. Ну, это максимум. А по поводу того, с чем сочетать, ну, это такой очень спорный вопрос, потому что очень спортивный силуэт, и очень сложно будет собрать, допустим, повседневный какой-то лук. Что по стоимости? Сколько она, думаешь, стоит? Ну, слушай, где-то тысяч семь, я бы за них дал максимум. Они, короче, стоят 50 тысяч, и смотри, учитывая эту цену. Чем прикол? Для чего эти думаешь кнопочки? Вот, вот здесь две кнопочки, поспоряются. Я думаю, это как, типа, шнуровки, чтобы зажимать ногу. Да, да, да. Вот я их в последний момент заметил. Ты можешь нажать, посмотри, как это работает. Просто зажми вот эту кнопочку, и держи ее, вот эту, вот эту. Да. Видишь, пара типа зажимается и расслабляется. Да, 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 я вижу. Ну, слушай, да, как бы технология крутая, но сам силуэт, ну, он недорого выглядит. Ну, блин, сорян. Ну, да, силуэт, на самом деле, такой дешевенький. Все, спасибо тебе большое за твои мнения. Удачи. Окей. Посмотрите, ты просто зажимаешь, и она затягивается. То есть, ну, это неощутимо именно сверху. А почему она безвенебезвучна? Ну, потому что механизм довольно-таки громкий, и безвенебезвучно сделать это невозможно. Ну, приходите, когда будет вывенебезвучно. Хорошо. Вот видите, у нас как фактики вы в мире просто. Спасибо. Мы спросили большое количество людей, которые знают, что это за кроссовки. Теперь интересно знать мнение людей более старшего поколения, что они думают о счет этой пары. Попытаемся выцепить их, потому что их реально, ну, типа, ты прочих, там, не знаю, это пара вопроса, они такие, не, не, мы ничего не знаем, и все. Поэтому будет сложно идти, но мы пытаемся. Погнали. Как вы думаете, сколько стоит эта пара? Ну, это пара кроссовок. Ну, второй просто нет. Ну, сколько думаете стоит? Три тысячи. Три тысячи, да? Она стоит 50 тысяч. Сейчас, на данный момент она стоит 50 тысяч рублей. 50 тысяч? Да, 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 да. Рублей. А для чего эти кнопки думаете? Для чего вот эти кнопки? Для какой-то светится, наверное? Она светится, но что она еще может делать? Как думаете? Они прям нажимаются, и они светятся, но еще у них есть другая функция. Попробуйте угадать. А, меняется? Свет, наверное, да? Да. И еще смотрите, что делать. Вы, когда ногу надеваете, она затягивается. Да, просто сидите, она затягивается. Вот. Носили бы такую пару? Если бы подарили на день рождения. Конечно. Конечно, насили бы. Думаете, подошли бы они вам? Круто. Спасибо вам большое. Всего удачи вам. Спасибо большое. Спасибо. Да, спасибо. Ладно, мы для вас сделали такую забавную ставку, где люди давали свое суждение оценочное насчет этой пары, сколько она стоит, и я надеюсь, вам это был формат интересен. Немножко расскажу о паре, потому что она реально достойного внимания. Полматериал быстро пробежимся. Вера сделан из фланита. Это такой легенький материал, который летом будет отлично дышать. Фланит, он чуть-чуть похож на прайменит. Прайменит – это материал от Адика, который, знаете, по своим свойствам похож на эластичный бинт. Тут, например, то же самое. Это довольно-таки эластичный материал, который облегает ногу и дышит отлично. Вот, сзади есть у нас кожаная вставочка, она небольшая, и здесь есть такая, типа, рельефная вставочка, чтобы, ну, чтобы придать футуристичность этой паре. Вот, также здесь есть у нас светящийся свушь, ну, как светящийся, он светоотражающий. И свушь есть также на подошве, и сверху есть свушь. Все. В принципе, по паре ничего особо интересного нет. Ну, если не учитываешь, то она, конечно, самая шнурующаяся. Есть две точки красные. Мое предположение, мое предположение, что это баскетбольная пара, и, соответственно, она сделана по, знаете, таким канонам баскетбольной обуви, игровой. Она гладенькая и какой-то интересный принт. Я, честно, не могу предположить даже для чего здесь красные штучки. Вот. Что еще можно рассказать про эту пару, так это то, что есть управление через iOS-приложение или же Android-приложение. Вы просто скачиваете приложуху и можете менять цвет вот этих вот кнопочек при ходьбе. Также можете регулировать натяг тоже при ходьбе. Итак, друзья, мы переместились на новую локацию, и давайте же заценим технологии данной пары. Я вам говорил про приложение, плюс еще вид на ноге, поэтому не теряем время зря и переходим вниз. Так, ну что, друзья, давайте же мы переобудем, наконец-то, кроссовки. Скинем эти изики и наденем Nike Adapt. Смотрите, они садятся и так довольно-таки плотно. Хотя это не мой размер, они на целый размер больше. И вы слышите, они сразу по ноге садятся. Но видите, как у меня это неприятный. Я не успел надеть левую ногу, и она уже затянулась. Поэтому берешь вручную эту пару, расслабляем ее. И только теперь надеваем, потому что они раньше нужного просто затянулись. Все. Пар на ноге. Это затянуто окей, это не затянуто вообще. И давайте же зайдем приложение и отрегулируем ее дистанционно, чтобы не тянуться кнопочки. Смотрите, открыл приложение, и первым делом мы должны отрегулировать посадку, поэтому нажимаем начать. Идет адаптация к форме стопы. Балдеж. Так, правая у меня начала освобождаться. Окей. А левая? О, а левая как раз подтянулась. Когда приложение определило идеальную посадку, вы уже можете вручную отрегулировать силу зажатия просто этими ползунками. Смотрите, нажимаем на правую, и она двигается в сторону уменьшения. Если же нажму на затяг и затяну ползунок вверх... Ух, как они зажали ногу, блин. Еле двигается, если честно. И правая, она всего лишь на 40%, и она реально свободна. А вот левая просто жестко перетянута. Давайте попробуем походить. Ну, блин, это не мой размер абсолютно, они на целый сантиметр больше. Но я чувствую себя максимально комфортно за счет той самой адаптации, про которую говорил Nike. Так, ребят, давайте поставили свою комфортную посадку в 60%. Сохраню это в активном режиме. И все. Это у нас получается будет такой плосневный режим. Как он будет проявляться? Вы надеваете пару, и она сразу затягивается на тот уровень, который вы поставили. Когда снимаете, они полностью, соответственно, освобождаются. И сейчас мы находимся в меню, в котором есть возможность выбирать расцветку и также регулировать посадку. Так, давайте пройдемся по каждому пункту, чтобы понять, что это вообще такое. Первое, это, смотрите, мои режимы, которые можно добавлять и удалять. Активно это получается тот, который я выбрал. 60% затяга. Отдых это значит просто расслабляет зажим, и ногу можно вытаскивать спокойно. Дальше идем. Расцветки. Расцветки здесь просто огромная куча. Можно выбирать любую. Смотрите, в зависимости от расцветки меняется и цвет пары. Я вот выбираю, нажимаю, и цвета, соответственно, меняются. Блин, как это балдежно. И вы можете так реально целый день ходить, и они так и будут светиться. Так, ну давайте я выберу зеленый, потому что зеленый мой любимый цвет. Вот так вот сделаем. Ярко-зеленый, да, кайф. И батарея. Здесь показывается уровень заряда просто кроссовка вашего. Еще одна функция. Угадайте, что она делает. Правильно, она просто расслабляет пару, чтобы вы могли спокойно ее снять. Посмотрите на эту надпись, и теперь на меня. Надеюсь, вы понимаете, о чем я хотел сказать. Будущее уже наступило, и эти кроссовки прямой тому доказательство. Они автоматически шнуруются, а мне нужно париться. Вы просто надели, открыли приложуху, подтянули по размеру, поменяли расцветку и пошли гулять. Просто это очень круто. Ребята, я на самом деле очень рад, что такие технологии внедряются в постседневную жизнь. Я надеюсь, они реально нам облегчат жизнь, потому что это на охотке для любителей кроссовок и для тех, кто гонится за технологиями. Что я еще хотел сказать? Так это то, что я очень благодарен всем, кто подписывает, ставит лайк, потому что для нас нереальный же толчок вперед. И мы получили довольно большое количество комментариев и подписок за последнее время. Продолжайте в том же духе, и мы будем снимать еще круче и интереснее кроссовки. Спасибо тебе, дружище. Мне очень приятно.